МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С какими питаниями звертались до депутата Гомельчане, доведалась Ганна Ковалева. А лишь робить это требует только в рамках закона. Пускай не сразу бывают такие, но решаются вопросы. Можно ряд примеров привести. Пожалуйста, было обращение по нашему дворцово-парковому ансамблю, поручни, спуск к набережной реки. Я очень благодарен городскому исполнительному комитету и руководству дворцово-паркового ансамблю, администрации района, которые тут же активно включились. Для некоторых визит до депутата уже не первая инстанция. У пожуках правды Светлане Лапу пришлось обобить не один порог администрационных будинков. Девчина заявляется инвалидом первой группы, выросла в интернате. Однако при этом засталась и безлиготное жилье. Пенсия складает 2,5 миллионы. А малюсесы ходят на аренду квартиры, коммунальные послуги. И навод у таких непростых обставинах у нее отримывается займаться громадской работой. Светлана заявляется лидером волонтерского руха по охове бездомных живел, подарим шанс, который исходит на особистые сроки активистов. Я осталась без жилья, несмотря на то, что выросла в интернате. И вот на сегодняшнем заседании у депутата я еще просила, чтобы рассмотрели вопрос с моей жилищной ситуацией. Я очень надеюсь, что нас не только выслушали, но и услышали, и все-таки будут предприняты какие-то меры. А кроме этой проблемы, Олегу Леушунову треба будет вырешить широк пытаний у инших граждан. У ответной инстанции будут накированы депутатские запыты. И сподяемся в раз месяц. А минавито столько. Дводится на разгляд одного сворота, на одну проблему у житей этих людей станет меньше. Ганна Ковалева, Александр Токаров, Телерадиокомпания «Гомель». О работе со своротами граждан, реагованию на их органов державного кирования будет просвещен сегодняшний эфир программы «Диалог» Телерадиокомпания «Гомель». Гостем студии станет начальник отдела по работе со своротами граждан юридичных особ гомельского облаконкама Александр Логвин. Глядите программу у 18.10 хвилин на телеканале «Беларусь-2». Онлайн-трансляция доступна на сайте Телерадиокомпании «Гомель» tvr.gomel.by. Свои пытания гостю программы вы можете задать потелефоновавши по номеру промога эфиру «Гомели» 77 68 45. Протягиваем выпуск. Объем работ по подрыхтулце до тепляльного сезона выконаны на 100%. Такую информацию эфира «Гомель плюс» сегодня огучил наместник генерального директора Державного объединения жилево-коммунального господарка Гомельской в области Олег Спиридонов. Подчас промолинни специалист отказал на пытание Жихару Гомельшины. Одна з актуальных тем – включение центрального отяпления. До этого момента застаётся месяц, але уже сёне жилевый фонд «Амаль» готовый до холодов. Сдадзены 23 по шпарты готовности с пожилцов тепловой энергии. До конца вересня будут отриманы и три опошние. Часто люди задают вопрос по установке дома на капитальный ремонт. Для этого проводится работа. Мы людям разъясняем, какой механизм постановки на капитальный ремонт. То есть это не только по году постройки дом должен ставиться, но и по состоянию технических конструктивов, состояние самого жилищного фонда. Поэтому бывают случаи, когда мы ставим дома более ранней постройки, нежели дома более поздние. И люди должны это понимать. В целом запланованные на этот год работы по ремонте инженерных сеток, трубопроводы и дахов уже выполнены. А кроме того, до конца Снежня будет завершен капитальный ремонт и еще около двух сотня домов. До других тем. В Гомельском отраде милиции особливого признашения отбылось квалификационное выпробование для молодых супрационников. Головным этапом экзамену стал марш-шкидок с перешкодами в лесном массиве Рыжевского района. А у Знагорода и тем, кто его вытремал, стало право ношения черного бирета – символа можности бойцов АМАП. За паде, якая часом нагадывала кинобоевик, назирали наши корреспонденты. Марш-шкидок милиционеры начинаются уже разогретыми. Перед стартами они сдавали нормативы по физподрыхтуции и самообороне. Напереде – 7 километров бегу по пересеченной мясцовости. С рештунку – автоматы и противогазы, якими придется корыстаться не одно и чем. Первые перешкоды переодоливаются без особливых намаганий. Однако все только начинается. На некоторых участках трассы коллеги рыхтуют по-соправдному гараж и прием. Значит, у нас квалификационные испытания на право ношения бирета. Цель одна – чтобы ребята понимали, что это не просто так дается, что это не просто головной убор, а какой-то символ мужества сотрудников органов внутренних дел, в том числе ОМОНа. Головный сюрприз – так званая пастка. Пока людельники перепаузают яму по Пластунску, товарищи забеспечивают спецэффекты. Строльба холостыми, грук от взрыв пакетов. Ледь поднявшись на ноги, хлопцы штурхают автомобиль. И, как бы не забыться, на вошь тайны все это робят, промовляют небы заклинания. ОМОН – это сила! Не слышно. Галенько. ОМОН – это сила! За мной! Колонну подва, бегом! Не отдаю! Больше всех подбадерывают новичковые, кто калисто пройшел на тяжейший экзамен у научных центра внутренних войсков. Это владельники краповых беретов. Сиротцу працовников Гомельского АМАП их носят 9 человек. Изначально было заложено в марше дать большую нагрузку физическую, чтобы именно прочувствовать, как они смогут ли дальше выполняться. Морально-волевые качества. Даже не физическая подготовка. Больше морально-волевые. Потому что физическая подготовка бойца ОМОН должна быть на уровне, на высоком уровне. А морально-волевые вырабатываются именно на таких занятиях, как сегодняшние. На полигоне стомленные маршом хлопцы повинны собрать автоматы и поразить мишени. Но и это еще не конец. Финальный выход на импровизованный рынок. В рукопашных сутычках с тремя соперниками, которые изменяют один-одного, нужно устоять на ногах. Суровый и в тот же час красомовный факт. За 11 претендентов пройти выпребывание сдолили всего двое. Береты будут уручены им подчас гарнизонного развода Гомельской милиции. Руслан Прилесковский, Сергей Негеревич, Александр Александронец. Телерадиокомпания «Гомель». Больше как 30 ансамбля уже ночного оденья другой половы 19-го, початку 20-го стагодзеу, представили у Палацы Румянцевых и Паскевичау. Экспозиция «Модерн. Эпоха жаноцкости» прибыла у Беларусь с Киевского музея моды. На открытии выставы побывала наша здымошная группа. За многими из этих костюмов директору Киевского музея моды Марине Ивановой пришлось ехать на иншы конец света. Они были набыты на аукционах у Америцы, Франции и Голландии. Кошт одной такой сукенки вагается от 1 до 10 тысяч долларов. У особенных есть целые родоводы за писанием перших уладальников и церемоний, на которых эти уборы демонстровались. Для створальницы в коллекции, особенно каштовными, изъявляются те и рычи, которые колисты носили ее продки. Моя бабушка, будучи умной женщиной и хорошей портникой, ничего не выбрасывала. И многие вещи просто сохраняла от того, что там была уникальная вышивка или от того, что очень красивые, ну, какие-то удивительные вещи. Она это все собирала, вот, и передала мне. Сегодня у коллекции Марины Ивановой больше за 100 соправдных историчных костюмов и некольки сотню аксессуаров. Сирот их рыча таких историчных особ, як племенница князя Потемкина, графиня Браницкая и Ева Браун. Мы сейчас одеваемся просто и удобно для нас. Мы очень много двигаемся, у нас очень много на нас, на женские плечи ложится. Тогда одевались неудобно, но зато очень красиво. У город на Сожжем приехала только четвертая частка музейной коллекции. До этого оцените я смогли же хоры Гродно и Минска. У Гомель я на пробуде до 15 листопада, после чего вернится у Киев. Ганна Ковалева, Вольга Вальченко, Дмитрий Радзянко, Телерадо, компания Гомель. Новые регионы, информацию о проектах Телерадо, компания Гомель вы можете знать на нашем сайте, в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуске завершено. У студии працавала Маргарита Шубукова. Усего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok